Привет, с вами Катрин Саракет. Сегодня я бы хотела поговорить с вами на очень важную тему. Наверное, многие из вас знают, что детям попадаются разные сайты, где их подсаживают на наркотики, на всякие разные другие нехорошие вещи. Но самое печальное то, что детей и подростков заставляют становиться террористами-смертниками. Все знают, что террористы заманивают к себе подростков и детей при помощи разных сайтов и подговорок, чтобы те становились террористами-смертниками. И самое печальное то, что это происходит в нашей стране, то есть в России. Мало того, американцы, например, они тоже не очень-то дружелюбно относятся к России. Не все, конечно, но то, что сама по себе Америка, не жители, а вот, скажем, политика американская, она нас не совсем-то любит. А все потому, что Россия обладает очень хорошими ресурсами. Поэтому зарубежные страны, они завидуют нам и хотят как бы нас разрушить. И это всегда было. Вспомните Бородинскую битву, вспомните Вторую мировую, Великую Отечественную войну, вспомните. Вы же помните все это, да? Помните, как нас жадно хотели завоевать и истребить, и растоптать нас, так ведь? Но они, видимо, поняли, что нас нельзя схватить и поработить при помощи оружия, ядерных бомб и запугиваний, и при помощи пыток. Поэтому они решили пойти другим путем. Они решили отобрать у нас будущее. То есть, когда, то есть, они перетягивают детей и подростков России на свою сторону. Ну, я имею в виду террористов сейчас. То есть, ведь дети и подростки, это наше будущее. Это будущее России, которое зарубежные страны жадно хотят у нас отобрать и сделать их своими марионетками, понимаете? Вспомните, например, канал Саиндука. Вспомните, например, его выпуск «Микки Маус принимает ислам». Там ведь он четко объяснил, что есть такая передача, где ведущие в облике маленькой девочки вместе с другими ведущими в виде зверей рассказывают, как подсчетно быть террористом-смертником и перетягивают на свою сторону. И он говорил, что это является отражением страны, что там постоянно происходят всякие бомбежки и гибнут люди. То есть, вы понимаете, что за рубежом не все так гладко. Это у нас в России все зачищено, все отрегулировано практически, потому что на самом деле наше процветание находится как бы, как вам объяснить-то, находится на пределе, ибо нас ведь все равно, хоть и не показывают, но зарубежные страны нас по-прежнему не любят, по-прежнему хотят как бы отобрать у нас все, чем мы дорожим, по-прежнему хотят, чтобы мы подчинились. Вот. И помните, наверное, что... Хотя забудьте. Я просто хотела вас предупредить, хотела высказать вам свое мнение. Понимаете? Потому что я ведь знаю все это. Я ведь знаю, что, опять же повторюсь, наших детей и подростков хотят поработить и как бы заставить их служить террористам, и чтобы те им подчинялись и жертвовали своими молодыми жизнями ради достижения кровавой цели, чтобы террористы властвовали над страной и другими зарубежными странами. Вот. И, короче, берегите себя и постарайтесь уберечь своих детей. Ладно? Просто постарайтесь. Хорошо? Надеюсь, я буду услышана вами. С вами была Катерина Саракат. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok